Очень внимательно слежу за всем тем, что пишут молдавские СМИ. Заявление, статьи, которые пишут некоторые честные журналисты. Я вижу, что делают тролли. Я вижу, что у Додона даже бедолаги не было особо времени подготовиться к видеомосту с президентом России. Я видел позицию адвоката Плохотнюка, который почему-то именно у Немедии дал эксклюзивную реплику о том, что его клиент сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Обо всем по порядку. Пункт номер один. Я заявляю вам со всей ответственностью о том, что Плохотнюк сбежал с территории Соединенных Штатов Америки. Не уехал, а сбежал. Уехать и сбежать это разные вещи. Значит, на сегодняшний день он находится в Стамбуле. Значит, ну, по крайней мере на момент шести часов утра. Я год назад вышел первый. Также вам сообщил тогда, что Плохотнюк уехал. Как он уехал и где он оказался. Это было брейкинг, неустынг. Потом это через какое-то время подтвердил посол Соединенных Штатов Америки. Там какие-то, по-моему, расследования были на эту тему, журналистские. Суть не в этом. Плохотнюк сбежал из Соединенных Штатов. И сегодня он, как раненый зверь, метается, пытается найти себя. Пытается договориться с Дадоном. Пытается договориться с некоторыми странами о том, что он может быть полезен. Одним он обещает, что Дадона сохранит. Другим он пытается пообещать что-то другое. Значит, это уже истерика. Меня поражает, почему до сих пор не было никакой информации с МВД Молдова. Почему с МВД Молдова? Значит, у Плохотнюка на самом деле заблокирован красный угол в Интерполе. И он, в принципе, сегодня может передвигаться спокойно. Но любая страна, в которой он бы находился раньше, находится сегодня, будет находиться через неделю. Если у этой страны есть подписанное соглашение с Молдовой об оказании юридической правовой помощи, значит, Молдова может напрямую в эту страну обратиться. И как бы сказать, что вот Плохотнюк у вас, вот мандат на арест, как бы, молдавский никто не отменял. Мы хотим его домой. За кражу миллиарда, там, и за все остальное. Но все процедуры розыска этим занимается МВД. Вы представляете себе, если прокуратура начнет писать, в одну страну ждать ответ, по дип-каналам это все оформляется, превратится в другую и так далее. Поэтому существует Министерство внутренних дел. А непосредственно уголовный розыск. Непосредственно Национальное бюро Интерпола, которое в течение 10 минут может связаться со своими коллегами в Турции и получить эту информацию. Которая подтвердится, повторяю. Более того, я прошу их запросить эту информацию за последний месяц. Как он туда прилетел, откуда прилетел, куда выезжал и так далее. И турки эту информацию предоставят. Потому что они не могут, какие бы там ни были у Плохотнюка отношения, поверьте, я знаю, о чем говорю, они не могут сегодня дать какую-то липу. То есть им придется дать письменный ответ. Для того, чтобы молдавские правоохранители и органы не ошиблись в своем запросе, значит, прошу вас, товарищи милиционеры, именно Паша Войку, ты же разбираешься, Паша, ходишь, интервью раздаешь, рассказываешь про то, что высоты 200 тысяч леней не дал на камеру бельце, всякую другую бредятину. За мной следите круглосуточно, за другими оппозиционными политиками. А тут вот 10 минут потратить в МВД, написать запрос в Турцию, у вас на это времени нет. Плохо. Значит, в запросе прошу указать вам следующее. Вы представляете, это вот я, мэр города Бельца, любимого родного города, северная столица Молдави, вот вам рассказываю, что вы должны написать. Рассказываю. В запросе укажите им на Плохотнюк Владимир и укажите его два паспорта, молдавский и румынский. И посмотрите, что вам ответят. А ответят вам то, что Плохотнюк у них, вот такого числа заехал, такого выехал, опять заехал, опять выехал. Почему сегодня должен это делать я? Потому что сегодня есть государство, мы содержим в том числе таких уникумов, как Паша Войку. Паша, дай 500. Значит, и вы сегодня не делайте свою работу. Вам мешает то, что Игорь дадут в переговорах? Выйдите об этом тоже, скажите. Перестаньте сегодня молчать и ничего не делать на деньги наших налогоплательщиков. Мы вас содержим для того, чтобы полиция выполняла свою работу. И пока то, что я вижу сейчас, вот время, 15 часов 15 минут. И пока вы к этому времени ничего не сделали. Вы должны были уже выйти на пресс-конференцию и сказать, что разыскиваю Плохотнюк, вот. Такого-то числа вылетел в США, вот так прилетел туда, пересел сюда и так далее. Продолжение следует...